будет лучшим. В общем, в любом случае приходите, слушайте. Но начнем мы с реально, я не знаю, лекции, которую я ждала. Потому что когда я услышала про то, что ребята, которые создали Вангеров, начинают еще больше поддерживать игровое сообщество и создавать ассоциацию, и впереди у них столько масштабных планов, то я мечтала, чтобы они пришли сюда. Хотя это, конечно, логично, да, калининградцы вроде приходят, должны рассказывать тут первыми. Но здорово, что у нас все состоялось, поэтому сейчас я на эту сцену приглашаю нашего замечательного спикера Диму Толкунова, комьюнити-менеджера и члена наблюдательного совета ассоциации КДЛАП. Встречайте. Раз, раз. Всем привет. Сегодня я буду в формате пати, который читает вам истории на ночь. Сейчас мне надо освоить высокие технологии. Ой, спойлеры. Итак, меня зовут Дмитрий Толкунов и почти всю свою осознанную жизнь я играю в вангеров и развиваю сообщество этой игры. Начнем с необычного факта. Вангеры стали отправной точкой в цепочке событий, когда я познакомился с голливудским актером Джозефом Гордоном Левиттом и режиссером Робертом Замекисом и стал собладателем двух премий Эмми. Пруфы на экране. А вот как именно это связано с вангерами, вы можете спросить после лекции во время вопросов из зала. Более того, автор самого необычного и интересного вопроса из зала получит вот такой уникальный кузовок. Это скрафтили нам мастера внутри цифра, и это фляга. Так что думайте, крутите мозгами. Спасибо. Перед тем, как приступать, есть ли в зале люди, которые вообще не слышали, что такое вангеры? Так, один человек. Ладно, это будет домашним заданием. Мы продолжаем, но я постараюсь погрузить потом. Итак, вас ждет история об уникальной игре и ее феноменальном сообществе, но я верю, что этот опыт сможет быть экстраполирован на ваши игровые проекты и комьюнити. Давайте для начала дадим определение, что я понимаю под комьюнити. Это общность игроков, объединенных любовью к игре и желанием развивать и расширять то, что с ней связано. У комьюнити есть налаженные каналы коммуникации и иногда некая иерархия или распределение ролей. Деятельность комьюнити создает новые артефакты в виде творчества и новые грани взаимодействия игроков с игрой. Комьюнити вангеров за всю его историю существования было некоммерческим и строилось по принципу самоорганизации. План таков. Сначала я погружу вас в контекст и расскажу основные вехи развития комьюнити, происходившие буквально на моих глазах за 25 лет существования игры. Потом я расскажу вам о тех кейсах и челленджах, с которыми мы справлялись за эти годы. И в финале новость, которая вселяет и в мое сердечко надежду, что у нашего сообщества впереди еще много увлекательных приключений. Я пью водичку и мы отправляемся в путь. Представляем себе конец 90-х. Я, будучи пятиклассником, бродил по району вокруг дома в одиночестве. И как это бывало раньше, просто случайно наткнулся на двух ровесников, которые делали какую-то дичь. Они играли в игру, где огромными валунами разбивали друг другу пластиковые крышечки, которые стояли на бетонной платформе. Этот геймплей меня заинтриговал. Мы подружились, и я стал одним из чемпионов по крышечкам среди небольшой компании. Через год один из этих ребят сказал, а у тебя комп есть, я тебе покажу игру, которая взорвет мозг. Этим мальчишкой был Альберт Эйнштейн. Ой, нет, этой игрой были вангеры. И вот теперь я такой. В первый присест у меня был только свежекупленный Celeron 700, это примерно Pentium 1, с жестким диском аж на 30 гигабайт. До появления интернета пройдет еще три года, так что я без всяких подсказок с нуля погружался в мир игры. И это был бесценный опыт. Те, кто играл, должны представить, в какой опасности был наивный, добродушный шестиклассник в этом странном мире. Закончилось тем, что, приходя после школы, я порой часами развозил кусты игра и героин Нараффа. Те, кто через это проходил, поймут. Закаляя свою нервную систему. Уже тогда игра стала культом среди нашей творовой компашки. И с теми, кто был готов к тяжким испытаниям, мы обсуждали наш прогресс прохождения. И вот у девятиклассника Димона появляется Dial-Up Modem с поминутной оплатой. Я решаю найти единомышленников и достаточно быстро натыкаюсь на общий вангеровский форум. Я написал приветственный пост. И довольно быстро в Ваське, это был мессенджер такой, добавилось несколько новых пользователей. И среди них был ник Замороченный. 14-летний я, увидев в графе age, у него 22, подумал, ого, со мной такие взрослые общаются. Он был комьюнити-лидом той поры. И именно Вадим Замороченный взял на себя миссию общения с игроками и других активностей в сообществе. Его товарищи Клим и Дрюня отвечали за сервер для сетевых игр и форум соответственно. Они называли себя механики и были знакомы лично с командой разработчиков, получая от них код игры. И на тот момент это была монополия вот среди этой троицы. Костяк сообщества тогда составляло примерно 30 игроков. Но на форуме постоянно были активные обсуждения, в которых участвовали и просто случайные вангеры. Забавный факт. Именно сообщество вангеров поддержало мои первые пробы пера в съемках комедийных короткометражек. И я стал развиваться и в этом направлении. И в институт я поступил на инженера-программиста, надеясь, что однажды смогу помогать игре и в этом направлении. Обучение пошло мне на пользу, но жизнь пошла больше в сторону креатива и творчества. Команда разработчиков к тому времени успела выпустить несколько патчей для игры. И финальный из них был выпущен уже при содействии с комьюнити и отвязывал игру от запуска с диска. В 2004 году выходит новый проект Коделаб Периметр. К тому моменту я стал человеком, который постоянно наводит твиш в вангеровском комьюнити. Я самостоятельно организовывал сетевые покатушки, искал новичков сети и даже организовал свой клан Братство Волка. О легендарном шиле в попе Димона, как метафоре моей неуемной активности, ходили настоящие легенды. И в Периметр я играл не только потому, что это классная игра, но и с целью сконвертировать игроков оттуда в вангеров, чтобы у нас было еще больше игроков. Заманивал их тем, что вангеры — это своеобразный спин-офф Периметра, и они могли узнать, что происходило в другой цепи миров. Тем временем механики создают инструменты для сетевой игры. Выдача предметов, режим спектатора, реплеер матчей, расширенная и точная статистика. Проводится международный чемпионат по вангерам, где мой одноклановец и ученик становятся чемпионом, а я занимаю второе место. Также механики при поддержке разработчиков проводили творческие конкурсы, и на одном из них участники состязались в придумывании миров для игры. Я был настолько вдохновлен, что придумал свой банч, описал советников, ритуалы жизни обитателей этого мира, флору и фауну, а потом еще нашел художников, которые нарисовали этот мир и некоторых его обитателей. Но это еще не все. У каждого мира вангерах есть свой саундтрек. Я попросил товарища из клана, и он мне тоже написал музыку. Судьей этого конкурса от команды разработчиков вангеров был сам Андрей Крант-Кузьмин, и он назвал меня победителем. Моему счастью не было предела, когда мы с Андреем связались в ICQ, и он похвалил наши старания. В 2008 году происходит важное событие. Механики решают, что надо портировать игру на Linux, и бросают клич, на который откликнулось несколько энтузиастов. Самым талантливым и ответственным из них оказался Юрий Сталкерк. Запомните это имя. А еще появляются энтузиасты, которые за счет изменений ресурсов игры умудряются создавать некое подобие модов. Одним из таких экспериментаторов стал Саша Аид, который без вмешательства в код игры смог активировать два ранее недоступных оружия — огнемет и дробовик. Ну вот огнемет — это мы видим. В 2010-2011 году случается жизнь. У меня начинается работа на дипломы в университете и требует внимания другие сферы жизни. Я реже стал организовывать сетевые игры и общаться в сообществе. За пару лет многие активности в сообществе сошли практически на нет, и лишь годы спустя, когда мы проанализировали с другими участниками, выяснилось, насколько критичным оказалось мое отсутствие, будто из экосистемы исключили важный элемент. Если кратко, некому было организовывать игроков на постоянные покатушки сетевые, и, соответственно, не для кого было разрабатывать новые фишки и поддерживать старые в команде механиков. Наступает эпоха безвремени, когда остатки когда-то активного сообщества собираются в группе Скайпа, но и там это свелось к молчаливому присутствию. В 2014 году происходит маленькое чудо, которое мало кто ожидал. Вангеры выходят в Steam и, наконец, запускаются без костылей на современных операционках. Например, у оригинальных вангеров даже на Windows 7 уже начинали съезжать цифровые палитры, и уже нужны были небольшие манипуляции с записями реестра, чтобы это поправить. Основную работу по выпуску вангеров в Steam сделал Юра Сталкерк, которого упоминал выше. Это знаковое событие, к сожалению, никак не повлияло на состояние комьюнити в то время, ибо в Steam версии на момент релиза был отключен мультиплеер из-за сложности с его реализацией. А вот большое чудо произошло год спустя. Код вангеров был опубликован в open source на GitHub. Оказалось, что это было одним из условий Юры, который работал над портом в Steam. Свершилось! Теперь каждый желающий может заглянуть внутрь сокровенного и попытаться это преобразить. Если вы думали, что код вангеров — это безумная и сложная игра, то вы даже не представляете, какой у нее код. Вы читаете код вангеров, а он читает вас. И не забывайте, что все это было написано в середине 90-х. И все-таки нашлись энтузиасты-смельчаки, отправившиеся в это приключение. Каждый просто ковырял, что ему интересно. И иногда это давало ощутимые результаты. Например, Никита Эль Пингвин разблокировал разрешение игры и стал возможным широкоэкранный режим. Прошло несколько лет, и благодаря его наработкам этот режим появился и в официальной и в официальной версии игры. Были и более дерзкие эксперименты. Таинственный кодер под ником Tractor Tractor испытывал код игры на прочность и под разными углами. На этом стоп-кадре с видео сложно что-то разобрать, потому что единомоментно рядом с игроком находилось почти тысяча ботов. Вы можете видеть на мини-карте эти точки — это все игроки. А обычно на мире вангеров там присутствует может быть 20 противников. Также Tractor Tractor разработал и выложил в общий доступ конвертер 3D-моделей из современных форматов в формат вангеров. Им до сих пор пользуются некоторые мододелы. А вот некоторые игроки были одурманены новыми возможностями и стали фонтанировать амбициозными идеями, что еще можно было бы сделать с игрой. Но, как правило, сам автор идеи для реализации этого делать ничего не собирался. Вы же программисты, а с меня гениальная идея. Ну, на их взгляд. Как пример фаната игры, который сам разрабатывает свои идеи, можно привести Александра Нонсенс. Уже несколько лет он создает прототип под кодовым названием «не вангеры». Это серия экспериментов на движках Unity, Unigine и Godot с необычным визуалом мехасом. Есть даже рабочие сборки, в которых можно порулись. Так. Паузу. Паузу. Потрясающе. Мы все спиваем. Тут самое время упомянуть о ключевом принципе нашего сообщества, который негласно работал всегда, так как мы были сообществом энтузиастов без коммерческой поддержки. Каждый занимается тем, что ему интересно, в том объеме, который ему удобен, и в том темпе, который комфортен. Просто и изящно. И главное – работает. Да, многие вещи делались не так быстро, как хотелось бы, но так как большинство направлений разработки упиралось в активность одного-двух компетентных в этой области энтузиастов, ничего не оставалось, как просто довериться процессу. Важно помнить, что существовали и банальные баги, вроде перегрузки памяти и вылетов в определенные моменты. И хотя в целом вангеры – это на удивление стабильная игра, но все же работы в этом направлении прилично. И отлов этих багов – самое далекое от творчества дело. Поэтому-то некоторые из них умудрились дожить и до наших дней. И вот многие активные пользователи комьюнити научены составлять баг-репорты на GitHub на случай, если у кого-то из компетентных энтузиастов появится интерес расправиться с каким-нибудь багом. Самое время вспомнить о коммуникации. В эпоху безвременья я старался поддерживать хоть какую-то активность в группе ВК, находя редкие жемчужины творчества в виде артов и каберов музыки из игры. Пару раз сделал стримы, например, с полным прохождением игры от начала до конца за один присест. Юра Сталкерк еще тогда создал закрытый чат в Телеграме, который потом трансформировался в открытый канал, на котором сейчас почти 800 участников. Важный вклад сделал олдтаймер нашего комьюнити Дмитрий Дайлсофт, который занялся настройкой перекрестных ссылок внутри комьюнити. Для начала мы связали группу ВК с Телеграмом, а потом и с Дискордом. Дальше, больше. Дима отправился на YouTube и там находил ролики, посвященные Вангерам, даже самые маленькие. Оставлял там ссылки на комьюнити и новость о том, что игра продолжает развиваться. Так к нам стали попадать Вангеры, которые и думать не думали, что у игры существует действующая комьюнити. Телега разрослась до десятков отпочковавшихся чатов для обсуждения определенных аспектов игры, а иногда и просто офтопа и кеков с собратьями Вангерами. Тогда произошла еще одна материализация Вангеров в нашем мире. С согласования с разработчиками выходит полное собрание текстов из игры со стильным оформлением от издательства «Товарищ Ворон». А, да. Это было. От издательства «Товарищ Ворон». Он же потом выпускает из серии «Липуринг». Это артефакт из игры, который прибавляет плюс 50 к удаче. Я даже брал такую на важные встречи. К 2019 году мы даже вновь стали проводить сетевые покатушки, пусть и редкие. И тут происходит ультра-мега-комбо. В декабре 2019 года выходит видео ютубера Булджать с юморным и подробным разбором игры. А еще чуть позже выходит большое потрясающее интервью Кранка Булджатью. Эти ролики дали отличную волну активности по всему сообществу. Следом, начинается вся эта история с ковидом. Что делает комьюнити Вангера? Правильно, начинает расцветать. Интерес со стороны новой аудитории подстегивает нас и вдохновляет показать то, что мы делали все эти годы. Я начинаю проводить стримы по четвергам, еще не зная, что впереди ждет восьмимесячный четверговый марафон без единого разрыва. Куда уж веселее, а есть куда. Летом начинает выходить серия роликов ютубера ББ, кратко о Вангера. Он настолько самобытно и с любовью рассказал об игре, что началась еще одна волна интереса к игре и комьюнити. А также многие обзорщики игр увидели любопытную жемчужину и вдохновились на свои обзоры. Балфакор! Именно тем летом на моих стримах было несколько раз, что сервер игры, рассчитанный максимум на 32 игрока, не выдерживал давления желающих присоединиться. Грустно, что сервер падал, но невероятно радостно, что был такой интерес. Чуть позже в кейсах расскажу, как этот интерес мы поддерживали. Не менее важно упомянуть и о магии животворящего хайпа. В тот период появилось множество творческих артефактов, родившихся. Да, это высокая активность, когда у нас все падало порою. А вот творческие артефакты, родившиеся из искреннего интереса к игре. Музыка, арты, обновленные модели игры, мемы, объекты из игры, скрафченные игроками. Конечно, это и раньше было, но не в такой плотности на единицу времени. Еще вернулись многие из прошлой эпохи комьюнити, и уже были не школьники-студенты из 90-х, а сформировавшиеся специалисты в разных областях. И теперь этими компетенциями они в меру своих сил могут помогать нашему развитию. Приходит на ум сравнение с произведением Стивена Кинга «Оно», где дети выросли и вернулись, и снова собрались, чтобы дать отпор опасностям, таящимся в ходе вангеров, и преодолеть свои страхи. Это был мем, но, может быть, я его забыл ставить. Ладно. Потом, если что, в группе вангеров. Заходите в группу вангеров, и я продублирую мем из фильма «Оно». В конце 2020 года на связь с Кранком вышла итальянская студия GamePix с предложением сделать полноценный порт вангеров в браузер на их платформе. Оказалось, что в России у них был один-единственный сотрудник, разработчик, Александр, который вдохновил боссов этой идеей. И сам же Саша потом и реализовал это портирование. Он оказался невероятно талантливым программистом, который заодно еще и часть старых багов исправил, которые терпеливо ждали этого волшебного шанса. Следом он перенес вангеров на Яндекс.Игры и через год начал работу над выпуском Android-версии игры, которая уже сейчас есть в доступе. Как мы портировали игру на Android — это отдельная история, и, если кратко, сообщество помогало и тестированием, и идеями по адаптации управления интерфейсом. И что самое крышесносное получается, теперь у нас есть просплатформенный мультиплеер. Игроки со Steam, обеих веб-версий и Android могут кататься вместе. Также Саша помог восстановить работоспособность редактора миров для вангеров Surmap, который долгое годы считался неподлежащим спасению. Теперь энтузиастам, желающим попробовать свои творческие амбиции в деле, гораздо проще это сделать. Например, у нас в сообществе есть Джон Томпсон, который постоянно придумывает и реализовывает моды для игры. Начинал он с создания моделей мехасов с повышенным разрешением, а сейчас уже создает полноценные миры со своими игровыми механиками, не говоря уже о том, что он еще и руками крафтит крутецкие штуки. В середине 2020 года я пишу кранку просьбу подумать о возможности публикации и входа периметра в Open Source. Он откликается и выходит на связь с другими разработчиками и начинается мини-эпопея по поиску исходников. Заодно находятся материалы и по другим проектам Cadillab и за эти три года в Open Source вышли Периметр 1.2, Самогонки и Майлстром. Все это было реализовано при постоянном участии комьюнити и опыт Open Source вангеров очень пригодился, а следом там тоже уже энтузиасты и фанаты из этих игр включились в процесс улучшения. В идеале хотелось бы видеть сообщества игр, развивающимися в симбиозе и взаимоподпитывающими друг друга энергией. Видя, как некоторые игроки одновременно совершенствуются и в вангерах, и в периметре, а одни и те же программисты улучшают ход нескольких проектов, это видится вполне реальным исходом. Что ж, это был супер сжатый и достаточно субъективный взгляд на историю нашего сообщества. И это буквально почти вся моя осознанная жизнь. За все эти годы частичку себя в комьюнити вложили тысячи игроков и, надеюсь, буду прощен, если не упомянул чьих-то ников. Но именно все мы вместе сделали так, что сразу несколько чудесных игр продолжают жить спустя долгие годы после релиза. Это конец первой части. Дима, спасибо большое. У нас есть достаточно много времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Я знаю, что здесь сидит... Нет, у нас вторая часть. Я тебя не услышала, Витя. Прости, пожалуйста. Я по таймингу более не успеваю вроде бы. Итак, в чем сейчас моя роль и миссия как комьюнити-лида? Стараюсь быть в курсе почти всего, что происходит с игрой, какие настроения у игроков и программистов и создавать условия, чтобы и у игроков был интерес подольше задержаться в комьюнити и получать оперативную информацию о развитии игры. И важно подчеркнуть, что сейчас вся разработка игры ведется сообществом. Самое время рассказать о том, как происходит улучшение и обновление игры. Рассмотрим это на примере стимовской версии. Наступает момент, когда на гитхабе накапливается определенное число багфиксов и улучшений, так как все в открытом доступе. Собрать и проверить их может любой желающий. Потом идет проверка предлагаемых исправлений Юрой сталкергом, который до сих пор помогает нам с обновлениями в стиме. Если все ок, то создается бета-версия, к которой можно получить доступ через интерфейс стима. Я оповещаю комьюнити в наших соцсетях о начале тестирования, и мы принимаемся за дело. Когда в надежности этой версии не остается сомнений, она переходит в основную версию библиотеки стим, и у игроков по всему миру запускается обновление при следующем запуске. Если обновление большое, то делаем соответствующую новость, которая отображается в библиотеке. Если небольшое, можно сделать просто топик в сообществе. Так что, если есть у вас стимовская версия игры, и вы видели вот эти все новости, опубликованные пользователем Липуринга, то вот это я. Теперь конкретные вызовы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Во-первых, не все так радужно на сетевом направлении. Фактически мы все еще играем на сервере, написанном в 1998 году. И у нас есть три базовых режима игры. Сборчик поинтов на скорость, развоз товаров и дэдматч. Благодаря фантазии игроков за долгие годы удалось создать дополнительные правила игр, и выполняя их удавалось создавать необычные динамики игры, не меняя кодовую часть. Например, был режим Хантаж. Один наиболее опытный гонщик пытается проехать классический режим со сбором чекпоинтов, а вот все остальные игроки пытаются ему помешать любыми доступными способами. Еще 15 лет назад механики сделали альтернативный клиент, который позволял более гибко настраивать экспириенс в сетевой игре, но, к сожалению, часть наработок была потеряна, а часть пришлось бы сейчас писать с нуля, так как сам код игры прилично изменился с тех пор. Поэтому организованные сетевые покатушки обычно происходят вместе с моими стримами. Так и легче собираться, и заодно обсуждаем новости комьюнити и разработки. А вот на слайде скриншот с нашего традиционного новогоднего ритуала. Мы собираемся около коридора на землю и запускаем фейерверки. И хотя вангеры в первую очередь это экспириенс одиночной игры, чтобы понять, тварь ты дорожащая или право имеешь, в смысле единица ты или ноль, сетевую игру можно представить как еще одно испытание, но уже между единицами. И сейчас наша мысль о том, как организовать геймплей, позволяющий желающим включаться в приключения без высокого порога изучения правил и дополнительных установок. Например, это мог бы быть режим свободной езды, когда перед игроком та же самая цепь миров из синглплеера, но только среди ботов иногда можно наткнуться и на других осознанных вангеров. И с помощью сохранения промежуточных результатов, какой у вас мехас, авторитет, удача и величина накоплений, чтобы игроки могли и потом возвращаться к своему прогрессу. А еще мог бы быть режим, в котором несколько вангеров в коопе противостоят враждебной среде. Может быть, это получище ботов, которые прут на вас, а вы должны защитить вход в родной эскейф любой ценой. Мне видится, что нас отделяет всего пара шагов от создания таких режимов игры, которые позволили бы значительно поднять сетевой актив и азарт игроков. Но тут нужна и инфраструктура серверов, и тысячи строк нового хода. Однако работа в этом направлении потихоньку идет. Второй кейс легендарный. С самого выхода вангеров многие игроки сетовали на жутко неудобное и непонятное управление. В старые времена мы в комьюнити разработали более-менее приемлемый для всех вариант и просто перекидывали файли controls нуждающимся. С появлением open source мы полностью переработали меню настроек управления, перегруппировав элементы и сделав гораздо более понятным для новичков. Темные времена позади. Вы даже не представляете, как это было приятно осознавать, что теперь гораздо больше игроков смогут прикоснуться к легендарной игре, не спотыкаясь о преграду с управлением. А вот и история о том, как простая беседа может положить начало новому проекту. Как-то в 2020 году мы с замороченным ностальгировали по былым временам, и он сетовал на судьбу, что так и не был реализован тот мир для игры, который придумал я. Показывал слайд этот. И мы сошлись на мысли, что сейчас бы нам не помешал какой-нибудь новый мир. Но даже если его сделать, как на него переносить игрока? Ведь цепь миров вангеров соединена коридорами. Тут до меня доходит вести, что Саша Аид, которого я упоминал ранее, как одного из первых экспериментаторов еще в 2000-х, работает над добавлением новой пушки в игру, и что он уже начал работать над созданием небольшого мира. Меня обуревает идея. А что если игроку мы программно даем артефакт способ 83, который позволяет телепортироваться на любой мир, и принудительно включаем телепортацию на новый мир, и не важно, где он находится относительно других миров. Связываю Аида с замороченным, и через пару дней они уже выкатили не просто новый мир, а целый новый режим игры с уникальной механикой и той самой принудительной телепортацией. Забавной пасхалкой было то, что на первых порах саундтреком этого мира была та самая музыка, которая создавалась для моего мира 15 лет назад. Впоследствии в этот альтернативный клиент были вживлены часть наработок механиков из былых времен, а сам мод получил название CX, Community Experiments. Ну, а прямо на днях, вот прямо буквально несколько дней назад, Аид и Замороченный сообщили, что смогли придумать, как создавать миры, превосходящие по размерам оригинальные, в сотни и тысячи раз. Теперь нам предстоит придумать, как найти этому играбельное применение. Теперь расскажу вам о кейсе, где я выступил автором идеи и продюсером. Во время карантина пришла идея сделать к Хэллоуину событие в Стиме, которое одновременно стартовало бы у всех игроков по всему миру. Основной фишкой хотелось сделать преобразование как можно большего числа объектов из игры в тематику Хэллоуина. Мне удалось выйти на связь с талантливым 3D-моделлером Злой Софт, чьи работы изначально увидел в паблике ББ. Он сделал модели трех мехасов в супер качестве. Его заинтриговала возможность сделать проект, который будет транслирован на все на все официальные клиенты игры на целую неделю. Мы начали работу, а параллельно мозг рождал еще более безумные идеи. Так, к работе присоединился и Джон Томпсон. Он взялся за трансформацию всех остальных моделей, кроме мехасов. Оружие, товары и бибы у нас вообще превратились в огромных пауков. Саша Аид помог изменить кислотно-яркие палитры миров на более мрачные, а вода на Фастрале у нас вообще стала кровавой. В программной части нам помогал Алексей Алихай, который в то время увлеченно исследовал код игры. А для добавления моделей в игру использовался конвертер, созданный Tractor Tractor, которого тоже упоминал ранее в лекции. Вишенкой на торте стало то, что мы заменили всю музыку в игре на более хардкорные каверы. Благо, я был на прямой связи с каждым из авторов этих каверов и удалось быстро согласовать использование. Ну а они были на седьмом небе от счастья, что их музыка играет в любимой игре. Этот кейс прекрасно демонстрирует силу совместного творчества и того, каких результатов можно добиться, грамотно используя ресурсы и понимание компетенции и амбиции участников комьюнити. Одна, а теперь расскажу про одну из самых свежих разработок. Дмитрий Кварк переписывает вангеров практически с нуля на языке Rust. И уже есть играбельные прототипы на GitHub проекта Vanger RS. Вы можете покататься по знакомым мирам, но угол обзора совершенно иной. Вангеры от первого лица это реально. Еще больше поражают регалии Дмитрия, которые это реализовывают. О них я узнал буквально недавно. Он участвовал в разработке GTA 5, Max Payne 3, Red Dead Redemption 2. Он автор спецификации WebGPU, с помощью которой браузер взаимодействует с видеокартой. Создатель графической библиотеки VGPU для языка Rust. Работал в компании Mozilla, а сейчас работает в Tesla над симулятором для автопилота и роботов. Остается благодарить судьбу, что такие скиллованные специалисты находят интересный челлендж взаимодействия с кодом вангеров. Что нужно, когда у вас появляется довольно много модов? Правильно, мод-менеджер. Первый вангерс мод-менеджер был разработан под началом вангера к Сиада и позволял получить доступ почти к десяти разным модам, в том числе и к сезонным событиям, которые мы делали для Стима. А недавно Виталий Феникс сделал минималистичный мод-менеджер мини-ванегер, который может подключаться к стимовской версии и запускать моды без необходимости замечать оригинальные файлы. Это удалось добиться благодаря разработанной Александром из GamePix скриптованной подсистемы VSS вангерс скрипт сабсистем, на которой написаны мобильные вангеры. Важно упомянуть, что Виталий также создал сервер для сетевых игр на языке Rust и помогал нам расправиться с багами в сетевой игре. Если вы спросите меня, чего сейчас нет в нашем комьюнити, что было 15 лет назад, то первым на ум приходит отсутствие противостояния кланов в сетевых играх. Если раньше у нас было около пяти кланов, регулярно принимающих участие в покатушках и соревнующихся между собой, это был целый пласт дополнительного драйва, то сейчас фактически остался только созданный мной клан и мы находимся в полусонном состоянии из-за того, что нет активных конкурентов. Хотя месяц назад я принял нового вангера в состав впервые за 15 лет, так что, как знать, как знать. Например, сегодня с нами в зале вангер Бензин, который был одним из основателей одного из самых активных кланов Core и вел активную творческую работу на разных фронтах, да и сейчас иногда на покатушке заглядывает. мини-пауза перед третьим, очень коротким блоком. История сообщества и игры продолжает писаться. За все годы существования проектов сообщество было на связи с разработчиками и они оказывали посильную поддержку нам. Передача исходных кодов, инструментов разработки, организация конкурсов и призов. Сообщество, ну а сообщество набиралось смелости и реализовывало все более смелые задачи. В конце 2022 года трагически погиб Андрей Крант-Кузьмин. Это стало сильным потрясением и для сообщества игроков, и для игровой индустрии в целом. На этом моменте мы, сообщество и команда КДЛАП осознали важность сохранения и развития нашего общего наследия. Так появилась ассоциация КДЛАП. Самые активные участники сообщества были приглашены в наблюдательный совет, чтобы делиться опытом и своим мнением. Ну, одним из них стал я. Мы верим, что появление ассоциации поможет лучше направлять и фокусировать творческую энергию в урлящую внутри комьюнити и, как следствие, быстрее реализовывать важные для нашего процветания проекты. Уже сейчас ассоциация открыта к диалогу с разработчиками, которые развивают свои личные проекты, не обязательно связанные с игровыми вселенными КДЛАП, лишь бы было самобытно. За все эти годы накоплен колоссальный опыт как в производственно-творческой плоскости, так и в юридической. Если вдруг кто-то успеет, с этим ассоциация с этим мемом я хотел подчеркнуть, что многие события происходят по воле случая и едва ли можно дать стопроцентный рецепт для построения крепкого и продуктивного комьюнити. Но мы можем выделить факторы, которые однозначно повысят эти шансы и в теории могут пригодиться в жизненном цикле уже вашей игры. На первое место поставил бы опенсорс. Слишком уж много у него плюсов. Можно вспомнить пример Doom и как оживились моддеры после выхода в опенсорс. Но даже просто наличие инструментов для работы с какими-то аспектами игры может стать катализатором для творчества. Вспомните кейс героев 3. Во многом редактор карт и компаний подарил игре долгие годы. Дальше, конечно же, коммуникации. Когда игроки чувствуют, что разработчики к ним прислушиваются, это создает связь совершенно иного качества. Вместе с тем, наладить коммуникации это сложнее, чем просто создать странички вашей игры в самых актуальных соцсетях и ждать, пока игроки сами наполнят их жизнью и контентом. Это нас подводит к следующему пункту. Поощрять и вдохновлять творчество. Когда игра обрастает фан-артами, косплеями и каверами на музыку, это усиливает и позиции самой игры. А еще вангеры по природе своей оказались достаточно миметичны. Однако потребовалось время, чтобы этот потенциал раскрылся в полную силу. Также важно создавать поле для состязания игроков. Это могут быть сетевые игры, а может быть и некая расширенная статистика синглплеера с ачивками. Мы, кстати, до сих пор еще думаем, как лучше всего организовать ачивки в стиме. Однажды мы это сделаем, вопросик на контроле. Последнее по списку, но не по важности. Замечать инициативных игроков с разными талантами и давать им возможность проявляться. Иногда сам факт внимания со стороны разработчика любимой игры может стать отличным импульсом. Заранее трудно предложить план действий, но обычно появление таких игроков в комьюнити ощущается довольно ярко. Важно дать повод им задержаться. Спасибо за внимание. Рад был поделиться этой историей и буду счастлив, если она вас вдохновит на что-нибудь. Спасибо. Дима, еще раз, второй раз говорю тебе спасибо. Ты уж извинишь-то, я в середине не поняла. Я напомню, что у нас есть время задать вопросы. Дим, давай еще раз покажем этот шедевральный потенциальный подарок, который, возможно, кому-то достанется. Так, давайте. Пока не счастлив микрофон, я хочу сказать еще отдельное спасибо делегации проекта Соображатор, которые пришли поддержать меня сегодня, а также лично Полине и Валерия. Поднимите руки, пожалуйста. Два года назад тут же на Playport этот проект был представлен Андреем Кранком и сейчас уже он продолжает развиваться. Вот такая наследственность. Все, теперь можно спрашивать. Вы сказали, что надо спросить про две награды Нимпи, как они связаны с тем, что все здесь рассказывалось. Это хороший вопрос, но он вне конкурса. Рассказываю. Как вы помните, я упоминал, что именно вангеры поддержали меня в моем начинании снимать первые безумные комедийные короткометражки. Был человек, который даже учил меня кодировать файлы, потому что мы жили во времена платного диалапа, и нужно было 5-минутный фильм утрамбовать в 5 мегабайт каким-нибудь странным, едва работающим кодеком. Это были темные времена. Этим товарищем был D3NL, Данил, мой одноклановец из Казани. И на 18 лет, зная о моей любви к кино, он прислал мне два диска. Один диск с лучшими короткометражками, снятыми любителями на территории России к тому году, 2005-му примерно. И диск с сериалом Firefly, который просто легендарный сериал культовый, который меня очаровал. И там был герой Джейн, у которого была в одной из семей оранжевая яркая шапочка. Интересно, а мы долистаем сейчас, наверное. Я сделал себе такую же шапочку, и она несколько лет лежала в шкафу. И однажды, однажды, когда я узнал о существовании творческого шоу Джозефа Гордона Левитта, где все люди со всего света вместе делали проекты, находясь реально объединенные только сайтом. И там были последние дни приема работ для телешоу. В итоге, чтобы быть ярким, я надел эту шапочку, снял себя на фоне синей стены, и потом, через полгода, узнал, что кусочек, где я радостно взмахиваю руками в этой шубе и шапке, попал в телешоу. Более того, в этом же выпуске шоу участвовал Скарлетт Йоханссон, кроме Гордона Левитта. И потом это шоу взяло премию Эмми, как лучший инновационный интерактив программинг. Ну, короче, да. Вот, все. И в итоге, получается, вся эта цепочка событий от Вангеров привела меня к обладанию и премией Эмми, и супер крутым творческим приключением. Вот, как-то так. Кайф. Кайф. Так, продолжаем. Я вот поймал себя на мысли. Вангеры – это, по сути, воксели, очень высокотехнологичная игра. А где мы еще знаем воксели? Если взять тот же самый Майнкрафт, то это тоже, по сути, воксельная игра. У меня вот родилась такая мысль. Майнкрафт – это Майнкрафт – игра для детей, а вангеры – это Майнкрафт для замороченных тру-нердов, тру-гиков. И, на самом деле, вот почему-то я поймал такую, как бы, аналогию, потому что, вот, как Майнкрафт развивается, так и вангеры развивается. Вот. И я искренне желаю сейчас для всего сообщества такого же именно всеобщего, всемирного старта, как вышеуказанная первая детская игра. Вот. И... Вопросов, собственно, не будет, просто пожелание такое. Это был комментарий. Нет, было начало вопроса. Какие еще игры мы знаем? Есть еще же Teardown, где достаточно крупные воксели. И, что самое интересное, уже сделали энтузиасты, импортировали карту из вангеров в Астралы. И есть видео, где грузовичок с нимбусом в трюме едет через в Тирдауне. И также есть куча экспериментов, где воспроизводили мехасы и объекты из игры в Майнкрафте энтузиасты. Все это в живом пересечении. Так, у нас есть вопрос еще. Так. Работает. У меня вопрос. Знаете ли вы, если да, то сколько мата пришлось убрать из комментариев в коде перед выпуском Wagner в Open Source? Хороший вопрос. Но я думаю, что это риторический вопрос. Потому что команда Codelab, которая писала изначально код, это высокоинтеллектуальные и интеллигентные люди. И я не слышал, чтобы было там какой-то мат. Я слышал, чтобы были какие-то прикольные комментарии, но, как правило, это было как будто бы взгляд в будущее, типа, чтобы помочь следующим поколениям разобраться. А во время портирования в Steam работа делалась вот Юрием Сталкергом. Я его знаю тоже как интеллигентного человека. Так что, хотя вангеры это действительно вандалы и герои, и мы не боимся и не стесняемся мата, если он уместен. Но конкретно в этом случае, насколько мне известно, мата в коде не было. Но вопрос хороший. Пожалуйста. Прекрасно. Вот у нас сзади есть вопрос. Давай передадим туда микрофон. Мы всех видим, до всех дойдем. Не волнуйтесь. Привет. Как думаешь, что в истории вангеров было важнее? Это получение комьюнити исходного кода? Или такая вот популярность среди блогеров ну, как бы, бейблжать, которые, по правде, наверное, самые знаменитые геймдев, ну, около геймдев блогеры? Что было важнее из этого? Блин. Я главный защитник блуджати ББ на территории сообщества, потому что многие люди говорят, что как раз таки open source важнее. Но я все говорю, ну, как же, вот, они столько жизнью вдохнули, и благодаря им нам теперь есть кому показывать что-то новое. А так мы могли действительно еще некоторые годы вариться в своем соку, действительно потихоньку развивая игру. Но тот импульс, который дали блогеры в 2019 году, это просто это, ну, это просто магия какая-то. С другой стороны, я не знаю, почему open source важен. Если бы не было open source в 2014-2015 году, то получилось бы так, что они бы обозрели игру, и, может быть, были какие-то там мемы, приколы и радость, но к тому моменту, может быть, не было бы активного сообщества, которое бы это использовало и подхватило. То есть здесь магия в симбиозе. И вот я бы сказал, что они равнозначно круты, эти два события, и без друг друга, может быть, и не произошли бы. Спасибо большое. Хороший вопрос. Спасибо. Так, давай передам тебе. Здравствуйте. 25 лет мне, как и игре непосредственно. Да, да, да. И вот, собственно говоря, смежный вопрос, потому что узнал я, собственно говоря, о вангерах из Бибея, из Булжатя. Обожаю этих двух. Особенно, когда на ночь ты ложишься после работы, ну, сразу у тебя восприятие реальности как бы выходит в другие миры. Непосредственно вопрос заключается в том, что помимо того, что таких людей, допустим, как я, молодых, вдохновило непосредственно на игру, давайте мы посмотрим непосредственно, что это такое и как это все развивается. Есть ли вообще возможность непосредственно с такими личностями в дальнейшем работать для привлечения новых игроков, допустим, в мод, режим, или стримы, которые, ну, в дальнейшем будут, там, у вас, в сообществе проводиться, для того, чтобы проще было бы наладить связь с другими игроками, которые приходили бы на платформу непосредственно для реализации других проектов, или же, ну, той же самой игры. То есть, тебе необходимо, как мне кажется, для того, чтобы эту платформу в будущем, как раз ваши вот нынешние проекты, и вот следующие, которые я, если честно, сразу увидел, ну, не успел как раз таки посмотреть, ну, реализация непосредственно не только игроков, но и медийных личностей для дальнейшего, дальнейшей, там, реализации, показывания новых проектов, потому что же у в Булджате есть такая прекрасная история там про русский геймдев. И как раз таки рассказать то, что, ребята, есть не только ААААА, все в таком духе проекты, а еще и какие-то вот самобытные творческие, и ребята, давайте придем вместе что-то порешаем, посмотрим, поделаем. Вот тот же самый звук, а давайте как-нибудь соберемся вот сюда наложим, сделаем. Ну, то есть, небольшая такая реализация непосредственно там со стримов. Ну, не просто сбор игроков, допустим, которые у Flynn Flight Tiger, это была просто такая история по поводу, ну, один тоже еще ютубер. У него была просто история, да-да-да, ну, предисловие в плане того, как это проще разобрать. То, что люди собирались, программисты собирались, что-то обсуждали и потом в дальнейшем реализовывали в интернете. Потому что интернет тогда по Диалабу был очень дорогой, а сейчас у нас есть возможность со всего мира людей собирать. Да, действительно, объемный вопрос. Я попробую ответить на то, что мой мозг смог понять. Например, про взаимодействие с персонами ютубными и медийными. Ну, вот, так как, опять же, вангеры — это некоммерческая история, мы всегда на чистом энтузиазме и интересе, и многие блогеры нас так и воспринимают. И в итоге Бэбэй и Булджать сказали, ребята, если будет что-то важное в вашем сообществе, мы готовы поддержать. То есть всякий раз, когда происходило что-то важное, я пишу, он говорит, что, как сделать, хотя бы репостик. Он говорит, погнали, все, и помог. То есть Булджать, например, потрясающее интервью Кранка взял двухчасовое. То есть вот каким-то образом вангеры — это великий фильтр на самом деле. И вот все, кто прошел через игру, они, как правило, уже друг друга узнают, как инопланетяне, которые, да, чувак, мы пережили один и тот же опыт. И поэтому даже блогеры, которые проходят через тот же самый опыт вангеров, они уже по-другому относятся к нашему комьюнити, уже понимают нас на тонкоматериальных планах. Поэтому все это в живом процессе, и каких-то налаженных алгоритмов прям нет. Но большинство блогеров, которые выходят с нами на связь, они говорят, ребята, как мы можем помочь? А мы такие, ну, время покажет, потому что мы тоже находимся в живом развитии, и какое-то прям желание быть везде, о себе рассказывать там нет. Мы потихонечку тоже делаем свои штуки. Когда есть что-то крутое, чем можно поделиться, мы просим о помощи, и все помогают. Вот как-то так. Спасибо. Так, у нас вот здесь есть вопрос. Здравствуйте. Вы упомянули еще Doom, то, что выходил в OpenSource. После выхода в OpenSource его стали запускать на всяких микроволновках, кофеварках, где только можно. Вот мне стало интересно, а знаете ли вы о каких-нибудь случаях запуска, портирование вангера на какие-нибудь такие вот нестандартные для игр платформы? И вообще считаете, будет ли такое развитие потенциально? Может ли быть? Хороший вопрос. Я его задавал в чате нашего сообщества, когда готовился к конференции, чтобы спрашивать, а вангеров на осциллографе уже запускали? И пока что вот именно таких вот специфичных и безумных запусков пока что не было. Но мы гордимся тем, что мы вангеров на андроиде запустили, и они играбельны. И игроки с андроида в сетевых играх соревнуются с клавиатурщиками на равных, и это уже круто. Но я думаю, что найдется рано или поздно такой энтузиаст, который попробует куда-нибудь их в необычное место засунуть. Так, у нас еще есть несколько вопросов. Давай передадим вот молодой человек посередине. Ага, спасибо. Здравствуйте. Почему такое живучее, такое, наверное, одно из самых верных комьюнити образовалось именно вокруг вангеров? Хороший вопрос. Я думаю, что название лекции подчеркивает, потому что это феномен. Мы не можем сказать, почему так все это получилось, как вот тот мем. А что мы узнали, Палмер? Чему мы научились? Наверное, на первых порах сыграл фактор действительно того, что люди, пережившие опыт вангеров, вот это преобразование из нуля из единицы, или идентификация себя, как вот единица, которая прошла инфернальный конвейер, и ты это осознаешь, и ты потом пытаешься найти таких же, как ты, и ты их находишь, и это уже был просто восторг. Я когда был школьником, у меня просто, ну, вот это шило попи в Димона, оно просто сверлилось во всех плоскостях одновременно в фантомом состоянии, вот так вот свербило, и хотелось что-то делать. Хотелось, чтобы мы вот продолжили вот это наше совместное путешествие сквозь время именно тем же составом безумных людей, потому что, ну, к тому времени все равно было очень мало людей, кто играл вангеров, и оттого сильнее и качественнее были связи между теми, кто все-таки связался. Сейчас, благодаря чуду, конечно, чуду, которое произошло в ковид, когда многие блогеры обратили внимание, получилось так, что есть очень много сильных связей всех старых, да, и появляются такие новые зелоты, как бы поклонники вангеров безумные, которые действительно достойны старого поколения. А есть люди, которые просто кекают с мемов, немножко покатались, немножко туда-сюда, но даже они все равно их внимание вот на эгрегор вангеров, скажем так, оно подпитывает силами, и сейчас вот, ну, новая волна эволюции. Но, в целом, я считаю, что подходит метафора сравнения самих вангеров с процессом из игры «Безумный суп-существ». Мы просто варимся, постоянно трансформируемся, эволюционируем порою в какие-то очень жизнеспособные формы, порою в какие-то не очень, но забавные, и я обожаю этот хаос. Но самое главное, что суп продолжает вариться. Мне кажется, что вот у нас есть последний, давайте вопрос зададим, чтобы успевать тайминг. Хотя, мне кажется, это уже отличное завершение было. Но мы услышим еще вопрос от молодого человека. Здравствуйте. Получается, у вас за эти годы вы выросли амбиции, и вы начали многое делать. А вы не боитесь, что open source не сможет справиться с большими амбициями, и не планируете сделать большую компанию, ну или небольшую, и даже сделать вангером вангером вангер 2? Open source пока что только плюсы приносит, и мы как сообщество просто выбираем оттуда лучшее, и поэтому я не вижу никаких абсолютно проблем. Ассоциация планирует развивать старые проекты, но пока что цель — это сохранить и приумножить то, что было. Легенды о вангерах 2 ходят уже с момента выхода вангеров 1, и какие-то ложные надежды я давать не собираюсь, потому что это настолько уникальная история, что они могут просто из ниоткуда родиться неожиданно. А так вот конкретно у меня и у наших ребят из сообщества сейчас даже в оригинальных вангерах еще просто бесконечные горизонты, где можно делать круче и интереснее. И мы вот одержимы пока что этой идеей. Как-то так. Я вас верю. Удачи вам. Спасибо большое. Дима, спасибо тебе большое за эту прекрасную историю. Особенно, конечно, слушать про то, как ты пятиклассником ходил по дворам. Это прекрасно. Я думаю, у каждого из нас есть такие замечательные истории того, как мы вообще стали увлекаться играми. Дим, давай выберем того, кому вы отдадите флягу. 30 секунд у меня есть? Ну, конечно, есть. Хорошо. Сейчас надо вспомнить. Как? Он уже не помнит, что это. Первый ряд подсказывает. А, который аплодисменты собрал. Да, хорошо. Идите мне его в зале. У меня... Да, молодой человек, который спросил «да», «да», после которого Дима разразился очередным важным... Я считаю, это все надо записывать, почему вангеры прекрасны. В чем спецфеномена, да. Поздравляю. Забегай за фляжкой. Ну, а те, кто впервые услышал про вангеров, но воодушевился историей, забегай к нам на сцену. Обязательно находите Диму и команду. Они еще раз поделятся ссылкой на чаты игры, на ассоциацию, и вы точно узнаете много чего нового. Боже, это удивительно, просто какие у него есть эмоции. И записывайтесь на мастер-класс к Диме, к тому, как фотографироваться. Лучшие фотобомбы. Вот. Супер. Еще, еще нюанс. Если кто-то из спрашивающих вопросов хочет утешительный приз в виде лицензионного ключа в Steam, найдите меня после конференции. Скажите, я хочу в Steam, вы найдете в Telegram, и я вам дам лицензионный ключ. Потому что вы чудо. Спасибо, что послушали меня. Кайф. Дима, еще раз спасибо. Я напомню, что у нас есть 10 минут перерыва, и через 10 минут здесь начинается питчинг игр, созданных нашими выпускниками школы Summer Camp. Прекрасных ребят, которые два месяца погружались в геймдев со всех сторон.